Всем привет! Сегодня сделаем то, что давно очень не делали в нашей церкви — ток-шоу. У нас сегодня проповедует Даник. Многие его знают, многие нет. Многие хорошо, многие не очень. Но я начну, наверное, с того, что мы с тобой немножко познакомимся. Что ты такой? Откуда ты взялась? Расскажи немного вообще о том, что тебя к нам сюда привело и, может быть, о своем решении следовать за Богом. Прямо таком важном в твоей жизни поворотном. Если максимально укоротить всю мою лайф-сторию, то когда мне было 18 лет, у меня такой интересный период в жизни начался, когда меня очень тащило в сатанизм. Да, здравствуйте. И я реально был на грани того, чтобы сделать этот шаг. Но я все-таки вырос в христианской семье. Моя мама, она сидит здесь. Она всегда нам говорила о Боге, что Бог есть и все такое. Но это был реально переломный момент в моей жизни. И там как раз намечалась одна конференция. Меня на нее позвали. Я просто сказал Богу, поставил такой ультиматум. Если я еду туда, и ничего не меняется в моей жизни, то я возвращаюсь, и я иду в противоположную сторону от Бога максимально. Но слава Богу, я поехал на эту канфу, и там реально Бог изменил мою жизнь. И я просто такой, Иисус, я выбираю тебя, и теперь я здесь. С тех пор еще, конечно же, прошел такой интересный путь. И также я был в миру какое-то время. И в силу я пришел где-то осенью. Ну, твердое решение я принял, что в силу я буду ходить осенью. На самом деле, наверное, многие могли заметить, что ты достаточно хорошо и легко находишь язык с молодежью. И даже ребята, которые не особо знакомы с Богом и вообще вот с христианской жизнью, они тебя слушают, и ты для них являешься авторитетом. Расскажи, как у тебя это получается вообще? И почему действительно люди прислушиваются к твоему мнению? При том, что ты совершенно не скрываешь того, что ты верующий, того, что служишь в церкви. Слушай, это такой очень интересный вопрос. Мне кажется, это потому что я прошел то же самое, что эти ребята в своей жизни без Бога. И я примерно понимаю, что сейчас они проходят. Я знаю, как они себя чувствуют. И Бог просто реально дает эту любовь. И когда рядом со мной стоит парень или девушка с сигаретой или пивом в руке, они не чувствуют осуждения. Просто Бог реально дает любить этих людей такими, какие они есть на самом деле. Так что реально, слава Богу, зная себя, зная, как я раньше относился к людям, это точно не моя заслуга. Поэтому слава Богу. И вот, наверное, последний такой вопрос. На него можешь ответить немножко более развернуто, потому что это больше как относится, наверное, к практике. Он звучит так. Почему молодежь не идет на контакт, когда я проповедую? Почему возникает отторжение? И в чем сложности? Вопрос с подвохом. Ну, на самом деле, мне лично кажется, что многие верующие, наверное, пропускают тот момент, когда надо втереться, скажем так, в доверие к человеку, именно влезть в его душу, и потом уже толкать ему что-то более глубокое, что-то духовное. Это вот особенно касается личного такого евангелизма, когда вот мы один на один общаемся. Просто многие сразу, у них такая цель, вот надо взять человека и срочно привезти его в церковь, срочно рассказать ему о Иисусе, срочно помолиться за него прямо там на улице с возражением рук на языках и все такое. Но зачастую людей это реально отталкивает, и спасение — это процесс. Да, существуют случаи, когда ты такой пришел, поговорил с человеком на улице, все, его тут же накрыло, он принял Иисуса, крестился Духом Святым, и через неделю на воскресенье он просто крестится в воде. Да, такие случаи бывают, но реально мы упускаем этот момент, когда надо строить душевные отношения, сначала душевные, потом духовные. Надо реально добиться человека, когда он начнет открывать тебе свое сердце, свои эмоции, он впустит тебя в какую-то личную сферу, и уже в этой личной сфере ты такой, «Ага, вот здесь Иисус тебе поможет». И, по-моему, это реально такой вот ключ, к которому я стремлюсь и всегда иду. Просто добиваться душ людей, стучаться в души людей, а потом уже оттуда очень просто достучаться до духа. Ты сегодня будешь проповедовать о молитве. К чему нам готовиться и вообще чего ожидать от тебя? Ну, я человек скромный, конечно. Готовьтесь просто к тому, чтобы принять что-то интересное. Я очень люблю молиться, я бы хотел поделиться тем немногим, что есть у меня, что я переживал в своей жизни. И просто постарайтесь быть максимально открытыми и принимайте это как вот что-то очень важное, что Бог хочет, чтобы вы делали в нашей жизни. Окей, большое спасибо. Это было очень интересно. Кому интересно было? Всем? Да? Окей, предоставляем сцену тебе. Прошу еще раз поприветствовать человека. Первый раз проповедует в нашей церкви, поэтому вперед. Я не ухожу, я просто взять мой псевдомэк. Спасибо, Александр. Ты просто лучший. Итак, ну, так как мы будем сегодня говорить о молитве, я думаю, было бы более чем логично начать с молитвы. Согласны? Аминь. Давайте просто коротко помолимся, не обязательно вставать. Господь, спасибо тебе за все, что ты делаешь в наших жизнях. Спасибо тебе за каждого человека, который сегодня пришел, за тех людей, которые смотрят нас по интернету. Господь, просто благослови каждого человека, открой сердца, просто проговаривай, Господь, каждому и делай тут то, что ты запланировал делать, Господь. Также помоги мне сказать то, что ты хочешь сказать твоему народу, Господь, сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Yes. Давайте начнем с таких азов, что такое молитва. В частности, я бы хотел поговорить именно про ходатайственную молитву. Это ходатай. Ходатай — это человек, который заступается. Это тот, кто впрягается за тебя в духовном мире или за кого-то еще, или, может быть, ты сам за кого-то заступаешься. Это адвокат Божий. Yeah. Супер. Идем дальше. И так как мы христиане, и наша цель — уподобляться Христу. Да? Согласны? Что-то я вообще не слышу. Согласны? Окей. И давайте откроем Ефесянам 5.1 или посмотрим вот туда на экран. Надежда нам поможет в этом. И там написано, я прочитаю, новый перевод. Ведь мы любимые дети Божьи. Аминь. Поэтому уподобляйтесь Ему. То есть уподобляйтесь Христу. Также об этом написано в Римлянам 8.33-34 и Евреям 7.25. И что Иисус делает, и почему нам надо уподобляться Ему, и как это связано с ходатайственной молитвой. Иисус, Он ходил по земле, Он молился за людей, Он спасал людей, и это все реально очень важно. Но сейчас что Иисус делает там, на небесах? И об этом написано в 1 Моанна 2.1. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Иисус наш ходатай. Аминь. Поэтому я верю, что в ходатайственной молитве есть огромная сила. И это реально то, что Бог хочет, чтобы мы делали, чтобы мы брали на себя ответственность за других людей, за наших родственников, за наших близких. И Бог, Он будет в первую очередь сегодня когда ты идешь молиться, Он будет использовать тебя, и Он призывает тебя, чтобы ты делал, чтобы ты брал ответственность. Не кто-то там, вот пастор Сергей у нас в ходатайственной молитве, Бог уже благословляет его, но Бог также хочет, чтобы ты сегодня молился. У Бога нет такого вот, ну, быть ходатаем, это вот для Него, для Него, это не для тебя. Нет. Мы должны уподобляться Христу, и Иисус ходатайствует за каждого из нас, за наши грехи, просто Он впрягается за нас, Он защищает нас перед Отцом. И мы должны делать то же самое, мы должны идти в духовный мир и просто забирать оттуда людей, души вот эти, которые неспасенные. Мы должны идти туда, мы должны брать этих людей за шкирку и просто вытаскивать их оттуда, из рук сатаны, потому что именно это то, к чему призвал нас Иисус, спасать людей и молиться за людей. Все очень просто. Когда мы молимся за людей, мы их любим. Когда мы любим, мы их хотим спасать, мы хотим что-то хорошее этим людям. Да? Супер. И также в Евреям 4,16 написано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Когда ты идешь молиться, ходатайство, ты идешь... Для меня это вот что-то такое, как будто я выхожу на какую-то войну за какого-то человека, и я просто прорываюсь максимально в духовном мире, я переворачиваю все сверх на голову, с ног на голову, и просто с дерзновением это делаю. Я не прихожу такой, «Ну, Господь, ну там на человека вот этого помоги спасти». Нет, ты заходишь к своему отцу, это не какой-то человек, который... Личность, которую ты не знаешь. Это... Это твой папа. Это кто-то, кто родной для тебя. И почему вот иногда такое слушаешь и думаешь, а почему? Почему вот люди иногда боятся молиться, ведь Бог, Он нас любит. И даже если ты не умеешь молиться, это вообще неважно. Ты просто берешь ответственность, и Бог тебя благословляет за это. И что написано дальше? Престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Когда мы молимся, Бог нам дает мудрости, чтобы помогать людям. Благовременная помощь, помочь человеку вовремя в какой-то трудный, сложный период его жизни. И Бог располагает наше сердце к людям, и Он реально дает увидеть какие-то такие тонкие моменты, когда простым взглядом это не увидеть. И именно такие моменты открываются в молитве. И лично в моей жизни я очень много ходатайствовал за пастора, за команду, и Бог реально открывал такие очень глубокие вещи о каких-то людях. И просто ты такой подходишь и говоришь, слушай, у тебя вот это, вот это. И человек просто начинает плакать ни с того, ни с сего. И это реально только слава Богу. И лично в мою жизнь точно так же проговаривали разные люди, когда человек, грубо говоря, не знает, что у тебя происходит, чем ты живешь. Вот буквально пару месяцев назад Ира вот так просто пишет мне одно сообщение, и я начинаю плакать, меня просто накрывает. Я такой, блин, Бог, спасибо. И как бы ты такой не понимаешь, что происходит, но Бог, Он что-то делает через тебя в такие моменты. Даже если ты не видишь, Бог, Он двигается. Поэтому когда ты идешь молиться, заходи в ходатайственную комнату, молитву, заходи реально как в свой дом. Ты сын царя, ты сын Бога. И когда ты идешь в духовный мир, за твоей стороной, за твоей спиной стоят ангелы, стоит Господь. И ты просто, ты как рыба в воде, просто делай, что хочешь, твори, что хочешь. Все открыто, когда ты идешь и ходатайствуешь за кого-то. И кто именно нуждается в помощи, вот этой благовременной помощи? Кто? Конечно же нуждаются люди, которые вокруг нас в первую очередь. Это наши близкие, наша семья, это наша команда. Кто еще у нас нуждается? Все нуждаются, да, ответ правильный. Все нуждаются в этой помощи и нуждаются в поддержке, и реально молитва, она никогда не будет лишней, поэтому я реально призываю вас начать молиться. Если вы молитесь, молитесь еще больше. Бог благословляет, и он никогда, никогда не оставит вас без какого-то благословения или ответа, потому что вот последний месяц, наверное, мы не любим об этом говорить, вот Сеги, Надя, Вил, я, мы начали молиться в воскресенье по утрам, приезжать сюда немного пораньше, и вау, Бог так двигается через это, мы видим, как, ну, мы молимся не за себя, мы молимся за других, но Бог, Он двигается в наших жизнях, да? Да? И это реально очень круто, когда ты просто берешь чью-то нужду, ты молишься за нее, и ты потом выходишь такой, вау, я кому-то помог, я кому-то помог, и вот это такое, ты такой весь на ажиотаже, на хайпе, в хорошем смысле, конечно же, такой весь, вау, я что-то сделал сегодня, и потом ты видишь, как Бог, из-за того, что ты берешь чужую нужду, Бог берет твою нужду, Бог берет твою нужду и переворачивает его во благо тебе, просто вот что-то нереальное он делает через ходатайственные молитвы, и у меня в жизни происходило так очень много раз, когда я молился за больных, при этом сам получал исцеление, когда у меня не было денег, я молился за людей, которым нужны финансы и работа, и у меня появлялись деньги, у них, конечно же, тоже, но Бог благословлял меня в обратную сторону всегда, поэтому лично я для себя как-то со временем, с опытом получилось, что я предпочту поставить, допустим, нужду Грише, если у меня будет моя нужда, а Гриша мне скажет, бро, подержи меня, пожалуйста, я подержу Гришу, и я знаю, что Бог ответит мне сто процентов, но это, конечно же, не делается из-за какой-то корости или своей выгоды, это делается только из-за любви, любовь это двигатель ходатайственной молитвы, аминь, и кто же сегодня призван молиться, давайте прочитаем из Икиля 22, 30, и там написано, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел, слава Богу, что Бог не будет губить землю в дальшее время, но Бог, он до сих пор, он ищет людей, которые встанут в проломе за Финляндию, за Европу, за какой-то город, за человека или за свою команду, за близких, и сегодня Бог, он призывает именно тебя, он призывает тебя молиться, брать эту ответственность, и это очень круто иметь эту привилегию, вступаться за кого-либо на нашей земле, и потому что ты потом смотришь на этот плод, ты смотришь, как люди спасаются, ты просто видишь этого человека, который говорит, вот я, возьми меня, отдает ему свою жизнь, посвящается Богу, читает молитву покаяния, и ты такой, вау, Бог, этого стоит, просто прийти пораньше в церковь, помолиться с командой, и увидеть вот это, это круто, также вот эти вот молитвы, когда мы молимся с командой, или на домашке, или по четвергам, у нас очень крутые молитвы по четвергам, если вы еще не ходите на них, срочно бегите в следующий четверг, сюда в 18.00, потому что а вот я вам не скажу, вот придете с вами посмотрите, реально приходите, это того стоит, это знаете как круто, когда вот мы сегодня воскресенье, мы послушаем что-то, мы поговорим друг с другом, что-то получим от Бога, но нам это надо донести до следующего воскресенья, и иногда это бывает сложно, у каждого есть какие-то свои личные проблемы, личные нужды, и иногда мы просто увязаем, как это правильно сказать, увядаем в этих своих личных каких-то делах, проблемах, и мы немножко притухаем, и мы ждем следующего воскресенья, чтобы снова заправиться, вот именно такие четверговые молитвы, или домашки, все, все, что мы делаем в течение недели, это реально такая остановочка, заправка, где мы можем встать, остановиться со своей командой, с родными людьми, и ты такой, вау, давайте помолимся, и Бог тебя наполняет, снова батареечку заряжает, заряжает, и ты уже к воскресенью такой, а я уже готов, в принципе, я готов, ты приходишь в церковь, и ты такой, вау, сразу в присутствие Духа Святого, молишься, небеса спускаются с небес, ангелы поют, огонь, там, все вот так вот, и ты реально такой весь духовно прокаченный, благодаря вот таким вот маленьким остановочкам, поэтому реально я ободряю вас прийти на эти молитвы и одобряю, если вы придете на молитвы. Да, как я уже сказал, молитва за человека это любовь, поэтому, поэтому, если, допустим, кто-то не умеет молиться, такое бывает, это нормально, и ты думаешь, ну, как бы ты хочешь, но ты не знаешь, как, и такого, знаете, как обучение в интернете найти на молитву, ну, ну, как-то сложновато, наверное, поэтому, такой вам лайфхак, если ты хочешь молиться, просто моли за человека так, как ты молился, молился бы за своего любимого человека, родного, или как за сам за себя, вот реально, все, что ты хочешь себе, своим любимым людям, молись так за кого-то, аминь, почему, потому что нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих, Иоанна 15-13, и мне на самом деле очень нравится этот стих, там не написано папа за сына, мама за дочь, или друзья за друзей, я считаю, что это очень круто, это очень круто, поэтому, поэтому, когда ты идешь и кладешь свою душу во время молитв, для меня это вот примерно когда ты идешь и ты тратишь свой ресурс, ты вкладываешь эту душу, ты тратишь свое время на то, чтобы ходатайствовать за человека, ты тратишь свои эмоции, когда ходатайся за человека, И это все идет в такую копилочку. И когда ты вкладываешь эту копилочку в виде человека какого-то, ты начинаешь его еще больше любить. Поэтому если ты сегодня кого-то недолюбливаешь, но хотел бы начать любить, помолись за него. Просто возьми сегодня и помолись за этого человека. Да, реально есть такие люди, которых сложно любить или не хочется любить, но надо любить всех. Аминь? Есть. И также в Галатам 6.2 написано «Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Несите времена друг друга и исполните закон Христов. Это так сильно. Вау. И я... Секунду. В апреле, в середине апреля у меня был такой максимально сложный период в моей жизни, я бы сказал. И я был в таком душевном, морально убитом состоянии. И Бог очень сильно ответил, когда вот у нас была ситуация с Алексом. Алекс, я очень рад тебя видеть. Я видел этого молодого человека, может, раз пять в жизни. Общался, наверное, ни разу. Ну так, привет, пока. И пишут в церковно-молитвенный чат о каком-то марафоне за Алекса два часа молиться. И я такой... Как бы, ну, молиться два часа — это несложно. Но когда ты находишься в таком реально убитом состоянии, и ты такой, блин, Бог, вообще вот, ну, как бы, свое бы порешать. И я начинаю думать, типа, ну, реально, я не знаю этого человека. Я с ним не общался. Ну, и вот такие вот мысли приходят в голову. Очень хорошо, что ты сегодня здесь. Не ожидал. И я такой... Вот этот поток негативных мыслей течет в мою голову. И я просто, слава Богу, я вовремя остановился. И я сказал, типа, нет, нет, Иисус, это не мое, это не мои мысли. Я так не думаю, я так не хочу. Я хочу брать нужды моей команды, моей семьи, моих друзей, моих близких. Я хочу нести их, я хочу помогать людям хотя бы молитвой. И я отмолился свой промежуток времени. И после этого я просто сказал, Господь, я даю вот свою нужду, свои проблемы Тебе. И начал молиться за Алекса. И как вы думаете, через два часа вот просто вот все вот так вот смело, как вот рукой, знаете, было и нету. Бог просто исцелил мою душу полностью. Вау. Бог крутой. Поэтому, если ты сегодня задумываешься, а стоит ли оно того, конечно же, оно того стоит. Бог вам всегда двинется, когда ты берешь чужую нужду на себя. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божий. Псалтыр 50.19. Когда ты сокрушаешься перед Богом, отдаешь, оставляешь свои нужды где-то там за спиной и просто переступаешь через сам себя, через свои проблемы, через свою боль. Бог благословит себя и ответит на твою нужду 100%. Я столько раз это переживал, у меня уже невозможно сомневаться в таких вещах. Еще также, если ты не знаешь, как молиться, римлянам 8.26.27. Там тоже есть такой небольшой лайфхак, как можно молиться. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас возыханиями неизреченными, то бишь на языках. Испытывающий же сердце знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Вот это очень круто, когда тебе, по сути, не надо уметь, ты просто идешь, молишься на языках, и уже воля Божья исполняется в жизни этого человека. А если ты еще не кричен Духом Святым, ты не говоришь на языках, то я еще больше ободряю тебя начать молиться. Я получил мои языки, когда ходатайствовал за пастора. Для меня это прям на всю жизнь такой пример, что для Бога очень важно то, что мы молимся за пасторов. И там, наверное, была группа, человек 20, и я такой смотрю, как здоровые мужики молятся, так прям очень горячо на языках. Я такой, я хочу тоже, я тоже хочу, я тоже хочу. Я вот так вот ходил, наверное, где-то, ну не помню, может, неделечку на эту молитву, и в один день просто, ну как это, просто стоим молимся. Я все так же слушаю, как мужики круто молятся. Я настолько глубоко ушел в эту молитву, и в какой-то момент у меня как будто бы я пропал где-то там сам в себе, и я начинаю слышать, что я молюсь на языках. Я такой, вау, и меня накрывает, и я такой просто кричу во всю голосину на этих языках, и я такой думаю, о, Иисус, это так круто. Поэтому идите молитесь за пастора, если у вас еще нет языков, и вы их получите обязательно, даже не сомневайтесь. Проверенная тема, аминь. И для меня молитвы за пастора сыграли реально огромную роль. Я очень много молился за пастора в моей прошлой церкви, и здесь тоже достаточно молюсь. И слава Богу за нашего пастора, за то, какое он есть, за его сердце. И в Матфеи 26, 31 написано, что поражу пастора, и рассеются овцы его. Какие бы сейчас у нас проблемы ни были, но по факту мы не первоочередная цель сатаны, чтобы нас задушить. Он нацелен на нашего пастора, поэтому наш пастор, он нуждается в поддержке, он нуждается в наших молитвах. И, казалось бы, да, ну, вроде бы пастор, вроде такой духовный, духовно прокаченный мужчина, все может, церковь идет, служит. Но даже, возьмем Римлянам 15, 30, там, где Павел писал, «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». То есть даже такие апостолы, мужи Божии, ученики Иисуса Христа, они нуждались в поддержке своей церкви, чтобы за них молились. Поэтому мы тоже должны иметь вот это вот понимание Божьей иерархии, которую Господь поставил в нашей церкви и вообще в духовном мире. Когда ты молишься за своего пастора, ты посылаешь ему благословение, то тогда весь народ, который стоит под пастором, он просто будет жить реально в благословении. Когда Давид воцарился в царствовании своем, они перестали жить в рабстве филистимлян, они перестали голодать, они перестали прятаться, они перестали бояться. То же самое здесь. Если наш пастор, он будет жить в процветании, он будет жить в духовной жизни, у него будет все круто, он будет здоровый, я верю, что то же самое будет и у нас. Аминь? Аминь, поэтому поддержите, всегда поддерживайте в молитвах. Не обязательно там вставать в пролом на полчаса, на три часа, просто хотя бы пять минут благословите пастора, и это уже будет огромным таким подвижением в духе и лично у вас, и это будет благословение пастора, ему будет полегче. Вот я реально очень-очень хорошо чувствую, когда за меня молятся. Просто максимально я сразу чувствую, как меня просто несут на руках, и меня всегда носят на руках, потому что моя мама за меня очень молится много. Реально, слава Богу за наших родителей. Я знаю, что моя мама вон у нас сидит, она молится за своих детей бесконечно много, вот просто очень много. Поэтому, если бы не молитвы матери, я бы точно здесь сейчас не находился, и родители просто еще больше, еще больше, еще больше, молитесь за своих детей, и вы увидите огромнейший плод через ваши молитвы. Аминь. И еще раз давайте вернемся к молитве за пастора. Я бы хотел вот сейчас просто уделить пару минут и помолиться за нашего пастора. Вы согласны? Аминь. Давайте в простоте можно сидя. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за нашего пастора, за нашего лидера, Господь. Просто спасибо Тебе за все, что Ты делаешь через него. Боже, мы провозглашаем Твою волю в его жизни, Господь, Твою защиту, Твою охрану, Отец. Там, где он ни был, просто благослови его, дорогой Дух Святой. Веди его на всех его путях, Боже. Пускай Твои благословения, они текут реками в его жизнь. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, также дай ему мудрости, куда ему вести свою церковь, Господь, свою команду, Господь. Пускай это будет человек видение, и видение будет от Себя, Господь. Во имя Иисуса Христа, чтобы он ни делал, он везде всегда имел успех, Господь. Мы также благословляем всю его семью, Господь. Мы благословляем все семейство Хинкаса, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пускай Твоя защита, Твоя охрана также будет и на них. Мы проразглашаем процветание, мы проразглашаем здоровье и все-все хорошее. Аминь. Аминь. Слава Богу за пастора, слава Богу за Бога. Давайте воздадим славу Ему. Просто он реально делает что-то большое. Господь его использует, и я думаю, все мы нуждаемся в поддержке, особенно наш пастор. Поэтому, пастор, я думаю, ты нас смотришь, мы тебя любим. И я также хотел бы помолиться немного за вас. Можно? Супер. Давайте тогда группа прославления, она поднимется на сценочку. Они нам подыграют, ведут нас в эту атмосферу. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Дух Святой, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, в нашей церкви, за то, куда Ты нас ведешь. Дух Святой, просто зажигай огонь в наших сердцах. Пускай это дух молитвы, дух ходатайства. Пускай это ответственность. Она будет в наших сердцах, Господь, чтобы мы имели силы, имели эту отвагу идти в духовный мир, прорываться за людей, Господь. Спасать людей через молитву. Боже, просто пускай каждый, кто сейчас здесь находится, он примет это видение, видение молитвы, Господь. Пускай эта ценность, ценность молитвы, она будет в наших сердцах. Боже, пускай наша церковь будет молиться. Господь, Твой дом, он домом молитвы наречется. Господь, пускай дух молитвы, дух ходатайства, он прямо сейчас изливается на это место. Аллилуйя, Господь, прямо сейчас просто принимай, принимай от Него этот огонь, эту жажду по Богу, эту жажду по молитве. Прямо сейчас Он дает это Тебе. Хиро, она просто Твоя. Аллилуйя, Господь. Еще больше, Отец. Еще больше изливает Твое присутствие. Господь, Господь, просто в трансляции, если нас сейчас кто-то смотрит, он просто жаждет. Во имя Иисуса Христа, Господь, дай, дай эту жажду, Господь. Подними этот дух молитвы, дух ходатайства в каждом из них, во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе. Если кто-то еще не крещен Духом Святым, если кто-то не горит на языка, Господь, ответь на эту молитву, на эту нужду во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое присутствие, Дух Святой. И давайте прямо сейчас еще больше Ему поклоняться. Просто сейчас мы будем петь эту песню. Каждое слово проговаривай из глубины своего сердца. Вкладывай в каждое слово все чувства, которые у тебя есть. Поклонись Ему, не пой, поклоняйся. Он достоин, Он великий Бог. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Господь.